МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теряю слух, жалуется пациентка у лор-врача. Не слышу даже, как кашляю. Вот вам таблетки, принимайте три раза в день. И что, я буду лучше слышать? Нет, вы будете громче кашлять. Шутки шутками, но на сегодняшний день науке известно более 200 лор-заболеваний, каждая из которых характеризуется своей симптоматикой, протеканием и требует особого лечения. Это риниты, синуситы, фарингиты, гаймориты и ларингиты. Именно лор-заболевания взрослых – тема нашей программы. Впрочем, говорить сегодня мы будем не только об этом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простые вопросы о здоровье. Таких явных отклонений нет. Ну вот на ножках шелушение. Что с ним делать, никто не знает. И ответы на них. Это связано в первую очередь с недостатком витамина А. Мелкое неудобство или серьезная проблема? Однозначно сказать, что это проблема у врача-отоларинголога, ну, это не совсем правильно трактуется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная американская писательница, автор книг по популярной психологии Луиза Хэй, писала, как только человек заболеет, ему в первую очередь необходимо подумать, кого ему нужно простить. Кстати, сама мисс Хэй – одна из немногих, кто на своем примере доказал, что мысли могут исцелять тело, а ее книги на эту тему до сих пор остаются в списке самых издаваемых в Америке. Позицию выздоровления через позитивное мышление, как сопутствующий курс пресновной терапии, поддерживают и разделяют многие, в том числе и белорусские врачи. Что еще в рамках медицинской темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас непонятного рода какая-то аллергия. Мы были аллерголога в медгородке, я точно не знаю, как это называется, у аллерголога проходили детского. Вроде бы все ничего, все хорошо, каких-то таких явных отклонений нет, но вот на ножках шелушение, что с ним делать, никто не знает. Аллергопробы, например, у деток таких маленьких не берут. У меня знакомые жалуются, что сильно болит голова. Вот что такое, я слышал, есть такое понятие головная боль и напряжение. Ну а пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти достаточно непростые вопросы, я хочу представить гостя сегодняшней программы. Итак, знакомьтесь. Александр Валерьевич Черныш, заведующий отариноларингологическим отделением Гомельской областной клинической больницы. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Добрый день. Ну, тему нашей сегодняшней программы мы определили как ложь болезни у взрослых. А вот вообще, с медицинской точки зрения, разделять на ложь болезни у взрослых и детей, это правильно? Ну, теоретически, болезнями лороорганов болеют как взрослые, так и дети, так и пожилые, то есть пациенты всех возрастов. Особенности просто лечения, особенности хирургического лечения данных контингентов населения приводит на условное отделение, на заболевания лороорганов у детском возрасте, ну и, соответственно, у взрослых. Ну, а с Вашей точки зрения, вообще, кого проще лечить ложь болезни у взрослых или у детей? У детей? У детей. Ну что ж, понятно, что тема ложь болезни, она, конечно, очень большая, и, в принципе, в этой студии будет затрагиваться не один раз. Но сегодня мы хотим такой обзор небольшой сделать, и начнем, пожалуй, мы вот с чего, с насморка. Согласно, ну, народной мудрости, да, насморк, если лечить, то он проходит за 7 дней, если не лечить, то проходит за неделю. Возникает резонный вопрос, а стоит ли вообще лечить насморк? И сразу следующий вопрос, вот насморк и ренит, это одно и то же? Насморк – это обиходное название ренита. А ренит, по всем словарям Иожигова и Ермолаева, это относится к воспалению слизистой оболочки полости носа. Ну и, соответственно, производное от слова «насморк» идет «сморкаться», переводится в обиходе как «выделение слизи из полости носа излишней». Рениты – это группа хронических или острых заболеваний, которые характеризуются воспалительными изменениями со стороны слизистой оболочки полости носа. Острые рениты – это чаще всего проявление вирусных инфекций. Хронические рениты делятся, соответственно, на несколько вариантов. Есть вазомоторные рениты, наиболее часто возникающая группа ренитов, аллергические рениты, рениты профессиональные, рениты беременных, рениты смешанной формы. Бывают, когда сочетается несколько признаков данной группы ренитов в одной или во вторых половинах носа. Лечить рениты, конечно же, стоит, потому что отек слизистой мешает оттоку из верхнечелюстных пазух, из лобных. Соответственно, осложнением ренита может развиться синусит. Ну, кроме того, снижает качество жизни. Человек с платком, человек, постоянно не дышащий носом, соответственно, приводит к развитию гипоксии, каких-то неудобных косметических явлений, постоянно раздражена слизистая носа. Конечно, это приводит к тому, что эти пациенты обращаются к оториноларингологу для определения какой-то тактики дальнейшего лечения, коррекции внутриносовых структур, для того, чтобы избежать в последующем развитии симптомов ренита. Александр Валерьевич, еще одна достаточно большая группа лорзаболеваний – это геймориты и синуситы. Ну и чтобы для наших телезрителей внести определенную ясность, я предлагаю посмотреть небольшую анатомическую справку. Анатомическое строение носа достаточно сложное, по крайней мере сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Его костный остов образуется из 14 костей. К костному остову примыкает хрящевая часть носа, выделяющаяся на лице. Внутренняя поверхность носа покрыта слизистой оболочкой. Влажной, теплой и богато снабженной кровеносными сосудами. Непосредственно после вдоха воздух попадает в так называемые придаточные пазухи – особые полости в костях черепа. Наиболее известная из них – верхнечелюстная или гейморова пазуха. Кроме нее имеются еще лобные, клиновидные и пазухи решетчатой кости. В отличие от других частей лица, нос растет в течение всей жизни. Поэтому у пожилых людей он, как правило, заметно больше. Но к болезням или изменению анатомии это отношение не имеет. Важен в данном случае лишь эстетический аспект. Ну, как мы поняли из репортажа, в общем, гейморит связан каким-то образом с верхнечелюстной пазухой. А что же такое синусит и в чем разница? Я хочу немножко пояснить, что в анатомической классификации существуют синусы, околоносовые синусы или пазухи, к которым относится верхнечелюстная пазуха, клетки решетчатого лабиринта, лобная и клиновидная пазуха. Исторически сложилось так, что анатомически описал верхнечелюстную пазуху на ТНЛ геймор. И в результате этого произошло как бы и название этой гейморовой пазухи. Поэтому здесь можно поставить знак равно в названии или гейморит, или синусит. Ну, в международной классификации это называется сейчас верхнечелюстной синусит, этмоидальный, фронтальный или сфеноидальный. Ну, имеется, кроме того, и сочетанные формы, потому что изолированные формы синуситов встречаются чаще всего при острых заболеваниях. А хронически больше, конечно же, относятся к полисинуситам. То есть в процесс задействованы несколько пазух. Или верхнечелюстная, клетки решетчатого лабиринта, ну, и нередко и лобная пазуха. Заболевание встречается очень часто. Основными симптомами острых синуситов это боль в проекции верхнечелюстной пазухи, слизистые или гнойные выделения из носа, повышение температуры, головная боль нередко сопровождается в лобной и лобно-тельменной области. Диагностируется очень просто на основании клинических симптомов и рентгенологических скрининговых методов. То есть достаточно выполнить обзорную рентгенографию предаточных пазух носа для того, чтобы любой врач, в том числе и врач общей практики и терапевт, смогли определить, что у пациента имеется синусит. Ну, рассмотрим приблизительно три варианта снимков около носовых пазух. Ну, чаще всего это наличие уровня жидкости. То есть если вы возьмете стаканчик, нальете в него жидкость, то вы увидите такой же приблизительно уровень жидкости, конечно же, и в верхнечелюстной пазухе. Ну, сразу скажу, что сразу уже предугадаю ваш следующий вопрос, пунктировать данную форму синусита или нет, то однозначно скажу, что мы рекомендуем все-таки провести пункцию для того, чтобы, во-первых, разблокировать соусти вводные с верхнечелюстной пазухи, ввести в лекарственный препарат верхнечелюстную пазуху, ну и уменьшить болевые ощущения, которые характеризуются распиранием или неприятными ощущениями в области верхнечелюстной пазухи. Вторая форма синусита, которая встречается чаще в населении и визуализируется на рентгеновских снимках, это пристеночное утолщение или отек слизистый. В данном случае не всегда рекомендуется проводить пункцию. Для того, чтобы определить все-таки, имеется ли эксудат гнойный или серозный, рекомендуется произвести уже здесь не лечебную пункцию, а диагностическую. И третья форма синуситов, это адентогенные формы, которые наиболее часто встречаются, потому что чаще всего бывают повреждения зубочелюстной системы, остеомелит в верхней челюсти с проникновением инфекции в верхнечелюстную пазуху. То есть кариес может вызвать гайморит? Ну, тут уже не кариес будет, здесь уже остеомелит будет, это гранулемы, это уже более сложный и такой длительный процесс, который происходит в корне и основании зуба. Александр Валерьевич, ну говорят, что если сделать пункцию, то потом гаймориты будут случаться чаще. Это правда? Ну, отвечу ответ вопросом на вопрос. Первый же синусит произошел не от пункции, правда? Вот, соответственно, как бы существуют методики беспункционного лечения синуситов. Это использование синус-катетера ЯМИК, рекомендуется промывание полости носа, медикаментозное назначение. Ну, у каждого человека по-разному протекает. Соответственно, все равно для определения показаний к пункции необходимо обратиться к отоларингологу, для того, чтобы он объяснил все за и против данной манипуляции. Александр Валерьевич, сейчас бы я хотел уйти немного в сторону и поговорить о храпе. Проблема эта достаточно распространенная. Храпят и мужчины, и женщины. И, кстати, вопреки расхожему мнению, храпят примерно в одинаковом соотношении. Но и специалисты это связывает, конечно, с нашим образом жизни, со стрессом, с эмоциональными перегрузками, с окружающей средой. Что думает врач отоларинголог по поводу храпа, наверное, узнаем чуть позже и поговорим об этом. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет в тему нашего разговора. Кто-то, умудренный печальным опытом, однажды сказал, в семье, где все храпят, засыпают на перегонки. Смех смехом, а для большинства взрослых людей это серьезная проблема, которая, впрочем, имеет решение. В Японии, где, кстати, до недавнего времени храп был законным поводом для развода, нашли оригинальный выход. Японские инженеры изобрели подушку робота для борьбы с храпом. Выглядит она, как большой белый плюшевый медведь, и оснащена микрофоном, который улавливает звуки храпа. Как только человек во сне начинает храпеть, подушка-медведь мягко толкает его своей лапой, пока тот не повернет голову и храп не прекратится. Неудобство использования подушки робота состоит в том, что в комплект к ней входят два предмета, которые необходимо обязательно использовать. Прибор для контроля за сердцебиением и уровнем кислорода в крови, а также специальный коврик, на котором придется спать человеку. Вот такой он, мировой опыт. Говорят о том, что храп – это проблема исключительно людей тучных и полных. Так ли это? Я хочу сказать, что храп или проявление звуковой феномен синдрома обструктивного апноэсна, как правильно называется это заболевание, это мультидисциплинарная проблема. Почему? Потому что это и патология лорорганов, это и заболевание эндокринной системы, ожирение, это артериальная гипертензия, и изменение позвоночника, это остеохондроз шейного отдела позвоночника и много других факторов, стресс и так далее. Поэтому однозначно сказать, что это проблема у врача-отоларинголога, ну, это не совсем правильно трактуется. Толарингологи занимаются устранением обструкции на уровне лорорганов или устранение назальной обструкции, назофарингеальной или глоточной. Ну, приведу к примеру. То есть деформация или искривление, или смещение носовой перегородки приводит к развитию турбулентного движения воздуха, в результате чего происходит при прохождении воздуха в носоглотку происходит колебание мягкого неба или язычка мягкого неба. Поэтому лорингологи производят коррекцию деформации, устраняют, восстанавливают носовые ходы для более ламинарного прохождения воздуха. Следующий уровень – это носоглотка. То есть при наличии храпов пациентов осматриваться должна всегда носоглотка, посмотреть, нет ли там образования деноидов. Следующий уровень – это глотка. Гипертрофированные небные миндалины, соответственно, могут суживать глотку. И уже третий этап – это уровень гортани, уровень гортаноглотки и гортани, где происходит наличие каких-то процессов патологических, или присасывание надгортани, когда она как клапаном закрывает дыхательные пути, или прилипание самой стенки слизистой оболочки. То есть она выглядит дряблой, ненапряженной, и при прохождении воздуха она просто-напросто сжимается и вызывает такой феномен храпа. Вообще, для диагностики этих заболеваний, ларингологами используется эндоскопическое исследование носа, носоглотки и гортани, или выполняется под эндотрахиальным наркозом определение и видеофиксация на видеокамеру феномена прилипания или нарушения дыхания. Ну, а все остальные проблемы диагностики решает полисомнография, то есть это мультифакторное исследование дыхания, сатурации, то есть напряжение уровня кислорода, углекислого газа в крае во время сна у пациента, электрокардиография выполняется, энцефалография, еще около 7 показателей, плюс видеофиксация сна пациента на видеокамеру. После чего доктор функциональной диагностики делает заключение о наличии одной гипопкной сна, наличии проблемы со стороны гипоксии, и в зависимости уже после расшифровки данных полисомнографии рекомендуют ту или иную терапию пациенту. Александр Валерьевич, нужно ли лечить вообще храп, и какие способы лечения существуют на сегодняшний день? Конечно, учитывая, что храп – это определенная социальная проблема и, соответственно, мешает совместному проживанию супружеских пар, кроме того, необходимо провести обследование, комплексное лечение, и одним из способов, конечно же, лечения храпа – это, конечно же, поменяться образ жизни. Вот, рекомендуется снизить вес у лиц с ожирением или избыточной массой тела, заняться физической культурой, уменьшить потребление алкоголя, и уже, если имеются какие-то проявления со стороны лорорганов, то, соответственно, выполнить их коррекцию, то есть произвести коррекцию деформации носовой перегородки, уменьшить в объеме нижние носовые рак, ну, до лициденоиды или гипертрофированные небные миндалины. Ну, кроме того, на сегодняшний момент существуют системы имплантации мягкого неба, которые производятся с помощью тонкой иглы, вживляются в язычок мягкого неба и в мышцы мягкого неба. Называемые пилар-системы, они используются широко во всем мире и позволяют в несколько раз снизить интенсивность храпа. Кроме того, существуют методики лазерных палатов углопластики, когда происходит удаление избыточно гипертрофированной ткани мягкого неба, сшивание небных дужек, и за счет усиления или увеличения плотности ткани происходит уменьшение вот этих колебательных движений мягкого неба. Ну, кроме того, существует... Если же данная форма храпа не корректируется хирургически, то рекомендуют использовать СИПАП-аппараты, то есть это дыхательные переносные аппараты, которые одеваются на ночь пациенту и регулируются в зависимости от уровня насыщения кислородом или наличие углекислого газа в крови. То есть прям спать в дыхательной какой-то маске получается? Да, то есть одевается маска на нос, и человеку при наличии гипоксии, при наличии апноэ сна происходит автоматическое включение этого аппарата и нагнетается кислород, увлажненный в верхние дыхательные пути. Александр Валерьевич, ну, с вопросом про храп более или менее понятно. Давайте поговорим еще об одном вопросе, который вызывает дискуссии на протяжении целого ряда лет, и точка зрения на то, удалять гланды или нет, радикально меняется. Изначально говорится о том, что их надо сохранять, несмотря на все осложнения, риск гнойных заболеваний, а другая точка зрения состоит в том, что их при любом проявлении проблем тут же нам нужно немедленно удалять. Какова сейчас позиция медицины по вопросу удаления гланды? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что такое гланды. Ну, это то же самое народное название миндалин. У человека имеются небные миндалины, язычные, две трубных, носоглоточные, так называемые, аденоиды у детей. И еще хочу напомнить, что кроме того, что существует и в аппендиксе, соответственно, лимфоидная ткань, и при удалении, извините меня, воспаленной червеобразного отростка, не происходит изменений каких-то иммунологических критериев у пациента. И он живет той же самой нормальной жизнью. Поэтому хочу сразу сказать, что удаление небных миндалин не приводит к значительным изменениям иммунной системы у человека. Ну, то есть, по большому счету, вопрос об удалении миндалин все-таки решается индивидуально с учетом показаний для каждого человека. Да. А какими осложнениями чреват и лорозаболеваний? В каких случаях нужно обязательно обращаться к врачу? Ну, как известно, что лороргани, они все находятся в голове. Вот. Поэтому грозными осложнениями летальными, с которыми мы боремся уже не один десяток лет, это являются внутричерепные осложнения. Внутричерепные осложнения бывают осложнениями как острого, так и хронического гнойного среднего отита и риносинусита, то есть гайморита или фронтита. Неадекватное лечение острых гнойных средних отитов или неадекватное лечение отсутствия хирургического вмешательства при хронических средних отитах нередко приводит к развитию менингитов, менингоэнцефалитов и абсцессов головного мозга. Это наиболее тяжкие летальные осложнения со стороны лорорганов. Ну, кроме того, со стороны глотки профарингиты, профарингеальные абсцессы, ангины, они дают осложнения со стороны как подчелюстной области, так и со стороны шеи. То есть развиваются флегмоны, приводящие в последующем развитии медиастинитом, которые требуют активного хирургического вмешательства данной области. Александр Валерьевич, ну давайте поговорим о профилактике лорозаболеваний и о том, как эта профилактика зависит от времени года. Ну, прежде всего хочу сказать, что определенный образ жизни – это закаливание, это отсутствие инфекции, отсутствие контакта. Широко используется вакцинация заболеваний для профилактики острых респираторных заболеваний. Ну и, соответственно, после вакцинации не так часто происходит развитие, как и острых синуситов, танзелитов и фарингитов у всех групп населения. Александр Валерьевич, ну что ж, наша встреча подходит к концу. И сейчас самое время вернуться к тем вопросам, которые интересовали жители нашего города в самом начале программы. Тем более, что наши специалисты уже подготовили на них ответы. У нас непонятного рода какая-то аллергия. Мы были у аллерголога в медгородке, я точно не знаю, как это называется. У аллерголога проходили детского. Вроде бы все ничего, все хорошо, каких-то таких явных отклонений нет. Но вот на ножках шелушение. Что с ним делать, никто не знает. Аллергопробы, например, у деток таких маленьких не берут. Очень часто у детей в осенне-зимний период, когда наступает дефицит витаминов, появляется сухость кожи. Как правило, эта сухость кожи видна хорошо на ногтевых фалангах рук или стоп. Это связано в первую очередь с недостатком витамина А или же с ухудшением его усвоения организма. Поэтому нужно, как правило, в такой осенне-зимний период либо принимать внутривитамин А в обычных терапевтических дозах. Витамин А в аптечной сети продается свободно. Он может быть в таблетках, в драже, в масле. Принимать где-то месяца полтора. И неплохо использовать крем на кожу, обогащенный витамином А. И, как правило, эти проблемы в осенне-зимний период проходят. У меня знакомые жалуются, что сильно болит голова. Вот что такое, я слышал, есть такое понятие головная боль и напряжение. Головная боль и напряжение – это, еще можно назвать, цервикогенная боль. Это боль, которая вызывается поражением верхних сегментов шейного отдела. Значит, происходит дисбаланс в позвонках, поражениях позвонков. Страдает население где-то, в основном, это 15-20% от всех головных болей. Значит, это не наследуется. Эта боль может возникать в любом возрасте. В основном она поражает людей, которые ведут сидящий образ жизни. Это у которых действительно идут наклоны головы. Или разгибания, или сгибания. Ну, швеи страдают вот этим. Компьютерам, кто много сидит возле компьютера. Также часовщики. Потом люди, которые часто голову поднимают кверху. Это маляры, штукатуры. Вот. И боль именно связана с длительным, вынужденным положением головы. Значит, поражение идет, как я сказала, в основном верхних три шейных позвонка. Обязательно надо обратиться к врачу-неврологу или вертебрологу, который обследовал пациента, делает назначение. Александр Валерьевич, спасибо вам за интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Валерьевич Черныш, заведующий отариноларингологическим отделением Гомельской областной клинической больницы. И говорили мы на тему ложь болезни. Ну что же, уважаемые зрители, берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до встречи в программе «Диалог о здоровье».